Миры Артёма Каменистова Тикс Данил Куликов Пчелинный рой Книга первая Выплаченный долг Читает Дмитрий Седаш Глава первая Пчелинный рой Кластером называют участок города или местности, который неведомая сила Улья копирует вместе со зданиями, машинами и людьми, которые станут кормом для зараженных. Заметки полковника Около одного из перекрестков стоял трейлер и пару грузовиков. Все как один с наваренным толстым металлом на кузова, колесные арки и кабины. Впрочем, различия были. У трейлера в броне имелся ряд баяницы, овальная, кустарно-сваренная крыша, на которой было просто не удержаться. Колеса защищались намертво сваренной арматурной сеткой. Поперек лобового стекла была решетка из прутка тридцатки. Кузов дополнительно укреплен стальными листами толщиной не менее двадцати миллиметров, а из крыши торчал перископ. Грузовики имели похожую амуницию, однако неведомые умельцы добавили на каждой что-то вроде вращающейся башенки, под которую угадывался крупнокалиберный пулемет. Около трейлера стояли люди. Все в камуфляже, бронежилетах, разгрузках и приоружии. Одни что-то рассказывали, имея при этом потрепанный вид, а вторые — охранники бронемашин. Внимательно слушали, изредка что-то уточняя. Рядом с потрепанными стонала огромная фигура, сидящая на корточках. Внимательнее всех слушал опрятно одетый мужчина с излишне кудряевыми волосами и горбатым носом. «На три часа одиночка!» — резко развернулся один из людей Горбоносова. Остальные, как по команде, вынули оружие и рассредоточились, выбирая сектора для обстрела и ожидая нападения. Башенки на грузовиках закрутились, выискивая цели. «Спокойно!» — махнул рукой глава оборванцев, убирая от глаз полевой бинокль. «Я его знаю!» — он один. Кивнул боец Горбоносова, похожий на китайца или монгола. «Никого больше не ощущаю. С перезагруженного кластера идет. И спокойно так!» — взял бинокль еще один боец. «И с чемоданом!» Вот тут нервная обстановка спала, и все расслабленно засмеялись. «Псих, что ли?» — спросил кто-то. «А ты видел в улье нормальных людей?» — печально пошутил Горбоносый. «Рейдер, что ли?» «М-м-м-м-м!» — ответил оборванец. «Работает один. Слухи о нем один нелепее другого. Но всегда при добыче. Всегда с достатком и всегда живой. Послушаем, чего скажет. Тем временем одиночка дошел до всей компании». Одет он был тоже в камуфляж. На теле была куртка с множеством карманов, а на ногах шнурованные берцы. За спиной висела винтовка неопределенной марки, поскольку вся была перевязана полосками ткани цвета хаки. На поясе была кабура, во второй — ракетница, фляга на полтора литра, на голове завязан темный тюрбан, а щетина делала его окончательно похожим на террориста. За собой он катил чемодан на колесиках, держа за длинную ручку. Шел он неспешно, даже в развалочку, откинувшись корпусом назад и уверенно ступая. Однако взгляд был сосредоточенный. Он как рентгеном обшаривал им собравшихся. Лицо было без эмоций. Вместо приветствия он поднял руку и кивнул собравшимся. Такая манера выглядела угрожающе, однако он улыбнулся уголками губ и, ни на кого не глядя, пошел к командиру оборванцев. — Ты... — кивнул он. — Трейсер-якорь. — Из стаба. — Мирный. Манера говорить и незнакомца была такая, словно он давно не пользовался устной речью. — Ну? — ответил тот, напрягшись. — Я... брал. — У тебя... пистолет. — ответил тот и вынул из-за пазухи револьвер. — Возьми. Якорь присвистнул. — Рой, ты не переплачиваешь? — Брал ты, ты отдаешь такой алмаз. Соседи с интересом покрутили головами, пытаясь разглядеть оружие. Якорь развернулся, показывая револьвер Рэш-12. Самый сильный штурмовой револьвер из известных в мире. Пуля калибра 12,7 пробивала бетонные стены, а людей отбрасывала назад, пробивая почти любую броню и отрывая конечности, если они были без брони. Рой промолчал и отхлебнул из фляжки, медленно проглотил и почти нормально ответил. — Забирай. Долг уплачен целиком и полностью. Горбоносый внимательно посмотрел на Роя и спросил. — А почему Рой? — Пчелиный Рой, — ответил тот. — Если мы в улье, то я пчелинный Рой. Продолжение следует...